С нами на связи Александр Черкасов, российский правозащитник и журналист член Совета вновь созданного Центра защиты прав человека Мемориал. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. 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 Александр Владимирович, а можете, вот, знаете, я себя поймал на мысли, когда мы вспоминали вот то, что сейчас происходит, и как людям вписывают эту историю с дискредитацией российской армии. А как это можно сделать просто там тортом, у которого цвета, там, желтый, голубой, да, и в целом, да, вот написать на нем миру-мир, и вот все уже, я вот очень сильный дискредитант российской армии или как? Ну вот можете объяснить, как работает, вот, я не знаю, это связь, это связка? Знаете, я перед нашим эфиром думал, что сопоставление со сталинскими репрессиями, оно не совсем корректно, не совсем корректно в смысле массовости. Действительно, такой массовости нет. Но вот резоны, по которым возбуждаются дела, тут что-то похожее есть. Среди моих друзей было достаточно много получивших в свое время 25-летние срока при Сталине, и рассказы их о том, за что же сели их подельники в то время, они вот сейчас приходят на ум. Вот была борьба с космополитизмом и с низкопоклонством перед Западом, и какие-то курсанты, морячки вывесили на коктейль Холле доску с надписью «Ерш изба». Знаете, такая шуточка, а моряки они любят пошутить, такая шуточка обошлась им в 10 лет лишения свободы, потому что они были этими самыми, видимо, дискредитаторами той самой политики партии. Или антисоветские группы, которые в то время сажали. Ну как, это должна же быть группа с уставом, с какими-то целями. Вот в Московском университете посадили группу, которая называлась «Темный мизер». Они должны были по уставу, у них был устав иметь при себе колоду карт. Во-вторых, на предложение одного, другой был обязан сыграть с ним. Ну и был какой-то еще третий пункт о расплате за проигрыши. И все этого устава было достаточно, чтобы их посадить. Понимаете, по фактуре многих дел, например, этого дела о торте, мы же видим, что из ничего дело делается. Но фактически это же возможно. Без очевидного вреда политике партии и правительства. Ну а с дискредитацией этой политики, с доведением до анекдота, следователи оформляют дело и выходят с этим в суд и так далее. Ну да, не все дела такие. В случае мемориала, это же понятно, что идет последовательное и систематическое преследование организации активистов, бывших организаций по всей России. Недавно у нас были обысли и допросы в Перми. Обысли и допросы в Екатеринбурге. Это такая системная кампания, которая снаружи видится вот такими отдельными, точечными, иногда совершенно идиотскими действиями. Ну да, действительно. Дело, которым вы еще раз напомнили, то, что 21 марта по 9 адресам в Москве проходили обыски, причем залезали, как полагается, в банки с мукой, там что-то искали, в унитазный бачок, в розилку. Искали признаки реабилитации нацизма. Признаки реабилитации нацизма, оказывается, искали в списках жертв сталинских репрессий, где на три с чем-то миллиона записей три человека, по мнению наших властей, в свое время сотрудничали с нацистами. Каждый этот случай можно отдельно разобрать, показать, в чем власти, мягко говоря, неправы, но три, по их мнению, ошибочных записи на три миллиона, это как-то мелковато. Это, наоборот, говорит о высочайшем качестве работы. Но понятно, что это лишь повод для того, чтобы окончательно разгромить организацию, окончательно разгромить сообщество, которое вот уже 35 лет действует в России. И в документах по одному делу, выделенному из этого потока, по делу Олега Орлова, которое, в отличие от дела реабилитации нацизма, уже обретает зримые черты, по делу Олега Орлова, так называемые свидетели-эксперты, пишут, что, оказывается, мемориал в свое время как информационное оружие развалил Советский Союз и вот теперь по-прежнему представляет опасность. Олег Петрович Орлов получил в рамках этого расследования другую статью 280.3, это то, о чем мы с вами говорим, повторная дискредитация российской армии. И его дело сейчас передано в суд. И здесь речь идет не о какой-то случайности, а о, как бы это сказать, о сопротивлении, о действительном сопротивлении. Год назад, в начале мая, Олег Орлов вышел на Красную площадь с плакатом «Советский Союз, 1945-й, страна, победившая фашизм, Россия, 2022-й, страна, победившего фашизма». Он тогда, в общем, много раз выходил с пикетами, потому что он чувствует ответственность, если угодно, за всю страну. И после этого он выступил в суде, обосновывая свою позицию. И, наконец, в ноябре опубликовал с обоснованием, ссылаясь на в свое время подготовленную по распоряжению администрации президента России в российской энциклопедии статью исследования о том, что такое фашизм, он опубликовал обоснование вот этого своего заявления, вот этого своего выхода на площадь. И очень быстро в его дело легла экспертиза о том, что это содержит признаки повторной дискредитации российской армии. Это не торт. Это сознательная позиция. И у многих из тех, кто сейчас находится под следствием, под судом, это их сознательная позиция и преследование граждан за их позицию. Более того, эти граждане на протяжении многих лет были центром той самой российской оппозиции, про которую сейчас некоторые ваши соотечественники говорят, что она неправильная оппозиция, что она неправильно выступает против войны. Владимир Карамурза, он занимался политическими заключенными, среди прочего. Он, разумеется, выступал против войны. Ему вменили несколько статей, в том числе и фейки о российской армии, но и, прежде всего, и первонаперво ту самую работу по политзаключенным. И публичность этой работы, выступление по всему миру лоббирования вот этих сюжетов и политических заключенных, и того, что война должна быть остановлена, что агрессию нужно остановить за пределами России. Находящийся сейчас под судом, находящийся под судом, не получивший еще приговор, мой друг Михаил Криллер, человек, родившийся вообще-то в Днепре. Человек ездивший на своей машине с плакатами за Навального и с украинской музыкой, из машины раздававшейся, вот все то время, пока шла война. Его арестовали, вот, его арестовали зимой, и сейчас его тоже ждет большой срок. Это не случайность, это не сфабрикованное дело, это люди, которые составляли сердцевину российской оппозиции, и которые сейчас находятся под следствием, под судом за свою, за свои убеждения и за свои дела. Так что, да, кто-то с помощью торта, а кто-то называя вещи своими именами. Да, вы только что обозначили всех людей, которые сознательно, да, высказывают свою позицию, и, собственно, они готовы принять то, что будет вменять им государство Российской Федерации за их мнение, конечно же. А вот касательно временно оккупированных территорий, вот мы видели в начале сюжета парнишку, который сказал, что он вообще за Украину и ушел, вот, и ему просто штрафом обошелся, и, конечно же, извинениями его заставили извиняться, в сюжете не показывали, но я видела это видео, где ему пришлось извиняться перед российским народом, перед государством России, да еще и перед Путиным за свои слова, вот, и, ну, штраф и извинения на видео записаны. А в чем разница между девочкой Машей Москалевой, да, и ее отца, которого приговорили к двум годам колонии, да, а этим родителям, ну, пока неизвестно, будут ли им лично еще какие-то штрафы или только этому парнишке, но вот какая разница между тем, кто сознательно высказывает свою позицию и теми, кто может вскользь сказать, да и вообще за Украину и убежать, это как определяется, или просто парнишке повезло, как вы считаете, а Маше или отцу Машеньки нет? Знаете, это такое относительное везение, ведь мы-то видим то, что показали в кадре, например, в рассказах жителей оккупированных территорий Харьковской, Херсонской областей, в рассказах опубликованных нашими коллегами из организации Human Rights Watch, там ведь подробно описано, как принуждали к таким покаяниям, иногда избиениями и пытками, иногда шантажируя судьбами детей, кстати. То, что происходит на территории, где находятся сейчас российские войска, ну, это каждодневный кошмар, из которого мы практически ничего не знаем, что-то станет известно после освобождения этих территорий, точно так же, как и в Харьковской и в Херсонской областях, где, кстати, мировая общественность не знает, наверное, сотые доли того, что должна была бы знать. Хорошо было бы, чтобы там более широко и свободно могли работать журналисты и правозащитники, которые доносят правду об этом всему миру. Но сейчас, насколько я знаю, правила аккредитации журналистов, они ужесточились и невозможно работать без контроля. Это понятно, то самое украинское наступление, о котором все говорят, оно диктует некоторые правила, но мы видим в итоге, мы видим в итоге вот даже не надводную часть айсберга, мы видим какие-то детали. Извинился, показали на камеру, отпустили. А сколько людей, которые исчезли в этой системе. Мы видим, как сейчас на в кадрах перед началом нашего разговора силовики врываются в квартиру и ставят лицом к стене человека. Видно, что это постановочное видео, что квартира уже была вскрыта, что человека уже контролировали. А как они вели себя, когда врывались в квартиру, когда это была непостановочная часть, это непонятно. то, что происходит там, ну, вряд ли корректно сравнивать с происходящим на территории России. И тут я бы не говорил, кому повезло. Ведь среди задержанных и законно задержанных на этих территориях, там же огромное количество было вывезено затем в Россию, находилось в российских тюрьмах людей, и даже точно неизвестно сколько их гражданских, и они не попадают в процесс обмена пленными, и это точно подводная часть айсберга. Мы знаем отдельные судьбы тех, кого после этого освободили или репатриировали. И мы можем сравнивать с тем, что было в Чечне, как вела себя российская армия в Чечне, как ведет себя кадыровская власть в Чечне. И вот то, что сейчас эти два вопроса свелись в одном разговоре, может несколько приукрасить ситуацию. да, действительно, и при задержаниях оппозиционеров тех, с которыми работают спецслужбы в России, они подчас ведут себя так, как научились делать в чеченских войнах. Вот, например, известный российский политзаключенный Азат Мефтахов, молодой математик, арестованный и осужденный за поджог офиса Единой России, Москве, на самом деле это недоказанное соврекованное дело. Сейчас ему за несколько месяцев до возможного освобождения пытаются накрутить еще одно дело об участии в некоторой якобы террористической организации сети, состоявшей из молодых левых активистов. Азата пытали. Азата пытали. И на днях моя коллега Анна Каретникова, которая инспектировала тюрьмы в это время, рассказывала, как они пытались спасать Азата от оперативников от пыток в московских следственных изоляторах. И эти действия, электрошок или что-то еще похоже, пытали даже не в расположении офисов, назовем это так, спецслужб, а в микроавтобусе, разъезжающим по городу, чтобы это было вообще без какого-либо статуса. Это ведь как вывести в лес, клинуть на подвал, известное вам словосочетание. Это практика, которая из тех войн, которые вела Россия, распространилась по ее территории. То есть и вот эти кадры из судов, кадры, где есть стеклянные аквариумы, штука отвратительная, но там не видно, как человека пытают или бьют. А ведь перед тем, как поместить человека в этот аквариум, в стеклянную клетку в зале суда, где все вроде красиво и блестит, в помещении для содержания доставленных в суд, их избивают. И это система. Было с этим трудно что-то сделать, но вы понимаете, за кадром, за любым кадром, который вы видите, есть вот этот самый кошмар. И да, война проникает по всей территории России со всей ее отвратительной изданкой. Александр Владимирович, и на завершение нашего разговора, как думаете, ваше мнение, изменится ли что-то, если Путин уйдет? Сейчас не берем, каким методом, куда, когда и так далее, а вот прекратятся те же доносы или нет, как считаете? Кстати, о доносах. Я уже говорил, что в сталинских делах доносов было несколько процентов, вот проанализировали эти дела, идущие сейчас в российских судах, там этих доносов от силы 5-7 процентов. Да, это отвратительно в каждом отдельном случае, но это все-таки прежде всего государство, они граждане сажают друг друга. И во-вторых, ответ на ваш вопрос. В январе 53-го года вряд ли кто-то думал, что что-то может измениться. И кроме Сталина было его Политбюро. Однако на следующий день после смерти Сталина все посыпалось. Диктатура, которая держится в значительной мере на одном человеке, пусть дальше есть система, которая в теории должна поддерживать эту диктатуру вечной, эта диктатура дальше начинает разрушаться из-за тех внутренних противоречий между, казалось бы, вчерашними единомышленниками или точнее подельниками. Ни Путин, ни Кадыров не обеспечивают вечность своей диктатуре. Одна хорошая книга про Советский Союз называется «Это было навсегда, пока не кончилось». Так вот, выглядящая не железным колоссом, но чем-то отвратительно долговременным война, несущая диктатуру, изнутри они отнюдь не так прочны. Наверное, изменится, но вряд ли стоит сидеть и ждать, когда оно изменится само. Эти люди, которые сейчас находятся под следствием, под судом, каждый из них не ждал, что что-то изменится само. И таких людей на самом деле тысячи, тысячи и тысячи. Спасибо вам большое, Александр, что к нам присоединились. Напомню, Александр Владимирович Черкасов, российские правозащитники, журналист, член Совета вновь созданного Центра защиты прав человека, мемориал, был с нами на связи на связи. Спасибо.